Всем привет! Сегодня много отборочных матчей на чемпионат мира в Катаре, да. На мой взгляд, самый актуальный матч, в котором что-либо решается, да, то есть игра не наживаясь, а на насмерть, это матч сборной Украины и Боснии. Почему это так? Потому что в этой группе две или три команды претендуют на единственное место в стыке. Вот, это сборная Украины, сборная Боснии, сборная Финляндии. Ну, Филиппины, скорее всего, уже отлетели, да, но, наверное, сборная Боснии и Украины. У сборной Украины осталось два матча, ребят, два матча, да, один дома с босницами, один на визе с босницами, да. У босницов то же самое, один дома с Украиной, другой с Украиной на выезде и дома с Финляндии они играют. Но Украина опережает босницов на два очка, вот, но не все так радужно-то для Украины. Почему? Потому что у босницов один матч в запасе, это матч с Финляндии. Ну, представим гипотетически, теоретически, что босницы их дома обыгрывают, если им надо будет. То есть, если им надо, я думаю, босницы дома Финов обыгрывают, и тогда уже у босницов на одно очко больше, чем у Украины. Вот такая история. Вот, ну, так сказать, со стартовых позиций, наверное, у босницов шансов больше. В общем-то, все решится вот в этих матчах дома и на выезде между Украиной и Боснией. Вот, и в первый матч проходит на Украине, то есть Украина играет дома с Боснией, дома играет во Львове. Какой это может быть результат? Абсолютно любым, ребят. Абсолютно любым, и Украина может выиграть, и босницы могут выиграть. Какие вообще расклады по этому матчу, и вообще по Украине-Боснии? Если Украина выигрывает, да, у босницов, у них отрыв от босницов будет 5 очков, но это совершенно не означает, что они вышли на стыки. Почему? Потому что босницы выиграют у финнов, и снова разрыв между Украиной и Боснией 2 очка. Вот, и последний матч между этими командами проходит в Боснии, Босния-Украина. Если там босницы выигрывают, то они выходят в стыки, а Украина мимо чемпионата мира. В общем-то, даже победа Украины над Боснией совершенно ничего не гарантирует, потому что, скорее всего, все будет решаться в ответ на матч с Боснией. С другой стороны, если Украина играет ничью с Боснией, да, то 2 очка так и остаются, босницы выиграют у финнов, и уже у босницов на 1 очко больше. И уже это приходит к тому, что вот эта ничья, если будет ничья между Украиной и Боснией во Львове, она, скорее всего, приведет к тому, что, скорее всего, Украине надо будет выигрывать в Боснии, в Боснии. А это очень непросто. Все-таки грославские команды очень сильно играют дома. Ну, а если Украина проигрывает в Боснии, ну, это все похоронно, посчитаю, потому что... Почему? Потому что босниицам достаточно будет победа дома над финном, и все. В общем-то, Украине надо выигрывать. Украине надо выигрывать, ну, минимум, это ничья. А если проигрыш, это все похоронно. Вот, вот такие расклады. Матч-то интересным будет, на самом деле. Матч, скорее всего, с Жигучим будет. Украинцев не играет, да, двое представителей их команды. По-моему, Зинченко не играет. Но мне кажется, даже хорошо, что Зинченко не играет. Последний матч украинцев в хорошем стиле выиграли у финнов. Ну, интересный был матч. Ну, и украинцы могли пропустить, ну, и забить могли. Ну, такой атакующий был матч. Но, в целом, игра мне понравилась между Украиной и финном. Вот. Ну, и босницы обыграли Казахстан на выезде, да. И, в принципе, на мой взгляд, более отдохнувшим физически это будут босницы. Но босницы плохо играют на выезде, как любая игославская команда. Они дома. Это домашняя команда. Вот. Я думаю, что, скорее всего, Украина выиграет. Скорее всего, Украина выиграет. Но не поставлю я на победу Украины. Потому что, ну, когда я на них ставлю, они проиграют. Когда не ставлю, они выиграют. Вот. Мой прогноз будет другой. Я поставлю на количество желтых карточек больше 4,5 за коэффициент 1,75. То есть, 5 желтых карточек, я считаю, в этом сжоговый матч. А матч, скорее всего, будет сжоговым. С многими спорами, стыками, с грубыми нарушениями. Я считаю, что 5 желтых карточек будет в этом матче. А судит матч Феликс Вайер, немец. Он очень много дает желтых карточек в своем чемпионате. В своем даже чемпионате, да. В Лиге Европы, в других матчах. То есть, этого человека не надо уговаривать давать желтые карточки. Он их дает нормально. И 5 желтых карточек в этом сжоговом матче, в котором, в принципе, решается выход на чемпионат мира, будет очень-очень много желтых карточек. Поэтому вот такой мой прогноз в этом неоднозначном матче. Повторяю свой прогноз. Это количество желтых карточек больше 4,5 коэффициента. 11,75. Смотрим матч. И надеемся, там будет много фолов, криков, психов. Конечно, желтых карточек. Феликс Вайер, ты смотри. Не надо на английской хуйней заниматься. За любые фолы надо давать желтые карточки. Чтоб у нас все играло и у тебя лично. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok